Всем привет! В продаже КАМА, новенькая КАМА, еще одна новенькая советская бритва, сохранение КАМА от завода Труд 1962 года. Самая полная комплектация, которая возможна по этим советским бритвам. Футляр оригинальный, в принципе, в отличном состоянии, как новый. Я его дополнительно освежил еще, но он как новый. В комплекте инструкция, я ее уже разгладил, потом аккуратненько сверну, в верхнюю часть заложу инструкцию со штампом отдела технического контроля. И, собственно, сама бритва. Сама бритва в замечательном состоянии. Может быть, где-то присутствуют легчайшие следы хранения, но следов варварского обращения, скажем так, здесь нет. До сих пор можно видеть электролитическую заводскую заточку, которую делали по ГОСТу. В те годы. Есть сверху небольшая фасочка, опять же, потому что он заводит руд с 1960-го начали бритву точить. Ну, а так вот в остальном состояние отличное. На лицевой стороне клеймо КАМА, на оборотной стороне клеймо ЗТВ-62. Состояние полотна замечательное. Великолепнейшей геометрии. Бритва двухзаковная. Одна из немногих двухзаковных советских бритв. Форма полотна правильная. Выражена улыбка. К носику и к пяточке скругления. Фасочка равномерная, аккуратная, по всей длине. Вот. Ну, это советская классика. Просто она двухзаковная. Более твердая, более жесткая, скажем так. Но в бритье они довольно нежные. Вот. У этого экземпляра очень красивая ручка. На Лачи все-таки делали очень интересные ручки. Не только однотонные, но и вот такие вот с переливами, с перепадами по цвету. Вот. Данный вариант такой, не знаю, хаки или оливковый какой-то. Вот. Очень красиво выглядит. С разными вкреплениями. Естественно, оригинальный пин. Ничего не разбиралось. Очистилась от следов масла, от следов хранения. И было заточено. Очень красиво выглядит. Ручка такая полупрозрачная. На свету просвещается немножко. Вот. Такой вот экземплярчик. Сейчас покажу тесты. Кому интересно, обращайтесь. По камам. Блин, не помню. По-моему, у нас был обзор по камам. Несколько лет назад. Надо по каналу поискать. Если найду, если был, я поставлю в аннотациях ссылку. Но могу путать с волгами. Камам были двух видов. Были самые ранние 50-х годов. Там 55-56. Это камы с испанской головкой. Они редкие. Потому что их выпускали мало. И лишь несколько лет. А вот такие с круглой головкой. Они более распространенные. Потому что их выпускали уже намного дольше. Где-то около 10 лет. Скажем так. С 58-го по 68-й. Плюс еще были варианты кам. С менее круглым носиком. Они такие более прямоугольные. Но они редко встречаются. И не факт, что оригинал. Потому что в каталоге. По крайней мере 64-го года. Вачевском. Они проходят именно как бритвы с круглым носиком. Но опять же. У меня бывали варианты с прямым носиком. В интернете попадались. То есть не прям прямым. А такое. Менее круглый, чем здесь. Но не под 90 градусов. Скажем. В общем. Такая вот бритвка. Замечательная вещь. Массивная. Широкая. Сколько тут? 6,8. Наверное почти. Сохран. Можно сказать. Идеальный. На 98%. Футлярчик. И инструкция. Как бы все в комплекте. Все. Кому интересно. Обращайтесь.